вечер добрый друзья понедельника у нас все еще выходной связаны с пасхой завтра все на работу кроме меня берусь и завтра на работу у меня еще завтра еще один день фарм я поеду в Швирин поеду к Юле завтра будет 7 лет уже как вообще не бывает тем не бывает тогда надо уже немножко при этом начинать говорить потому что меня к ней больше вообще никто не приходит никогда 7 лет никто вообще не приходит ну да ладно я завтра поеду к ней разумеется каждый месяц стараюсь к ней ездить возьму с собой велосипед и наверно там еще кружочек в Швирине завтра правда я не знаю еще где именно потому что вокруг озера надоело где именно в Швирине покататься завтра посмотрим в общем сейчас я еду сегодня вечер сейчас уже часов 8 вечера и я решил поехать посмотреть гриль пляце то есть у нас же грилить в Германии здесь нельзя просто вот выйти в посадку в лес на опушку и грилить у нас надо грилить только в специально разрешенных местах которых у нас тут в нашей округе всего три одно за километров делаем 15 от дома и одно вот здесь вот рядом здесь вот рядом я возле речки нашей Олегницы нашел два места и хочу съесть на разведку зачем нам эти места потому что к нам летом приезжают гости верные родственники много все целой банды ну и надо как-то всех развлекать сейчас надо ориентироваться куда именно ехать и мы думаем как всех развлекать потому что они приехали по-моему на две недели или на месяц в общем они к нам не только приедут летом мы их что-то ждем разумеется и очень рады что они приедут вот мы думаем как их всех развлекать конечно разумеется велосипеды которых у нас в принципе немного три будет еще парочку положим велосипеды и петан и вот еще гриль подумали нужно грилить надо разведку провести где именно теперь грилить и и и и и и мы Вот прямо орать, орать ветер. В общем, мы там намотали, часа четыре мы гуляли, намотали пешком, подустали, и вообще как бы не планировали. Я сегодня еще приехать, то есть мы были просто такие, 40 км туда, 40 км обратно, там еще три часа точно мы гуляли пешком, вымотались прилично. Ну я посмотрите, мы снимали видео, пофоткались, да. Я свою косуху напялил, которую я не так часто одеваю, посмотрел, пришел домой, посмотрел ломан, я зажирел, я просто стал жирный, жирный, очень бояться, сажусь на велосипед и еду, Ира такая, нет, моя дерь завтра, ты что, куда, уже ночь, нет, тут что-то я прям вообще разочаровался в своей форме, в общем, вы увидите, я выставлю это видео с Варнамюта, такой эклих, и вообще я там весь с набитым ртом, такой как свинья, что рассказываю, крошки видите, по всему лицу жир над рукой стираю, эклих абсолютно. в общем, мне нравится прямая форма, поехал я немножко калорий пожечь и заодно посмотреть эти два гриль-пляца, разведать, как они вообще выглядят, можно и там будет грилить. грилить. Вот, еду, вечер, поедите, и завтра всем на работу, кроме меня, я еще завтра езжу, не знаю, теперь идем швырить. Варнаметы вообще погуляли отлично, бакфиш поели, супер бакфиш, сначала испугался, думал 8 евро, люди пришли, я говорю, я Ире говорю, ну сейчас будет бакфиш 7,50 наверное точно, евро, ну да, я таки не вылечился на конце, таки приходим, 8 евро, а так ааа, все, что у меня за сопля на очках. В общем, я зря испугался, бакфиш наш любимый все еще 6,50 стоит, по крайней мере, в Варнамюн, да? Вот, 6,50, а то какой-то экстра мидгетренкенс, мидгетренкенс, с напитком, с помыслом, с картошкой, в общем, большая бакфиш, это булка с рыбой, и с майонезом, и с салатом, ничего хитрого, но просто мы живем на побережье, и это наше любимое вообще блюдо, бакфиш, и мы везде стараемся дегустировать, покупать, где мы катаемся, где мы путешествуем немножко по нашим землям, мы стараемся обязательно купить бакфиш, и пройти густы и стировать, вот, в принципе, бакфиш и тёдор, с тёдорами тоже веселая история, мы вчера вечером опять же с Ирой поехали на велосипедах, поехали на пляж, там же остров Фоя, то есть это когда на Пасху они шгут большие костры, в каждой деревне, в каждом населенном А у нас еще жгут прямо на штраде, на пляже, такой большой пионерский костр, это типа как, это с языческих обрядов осталось, типа Масленица у нас, вот так они по Паску Остерфойер делают. Вот поехали мы туда, на велосипедах, туда-обратно, там постояли, покрелись у этого костра прямо на пляже, получилось 30 километров. Люся тут не выдал шару, я просто уверен, ну да, поехали, 30 километров, я на нее больше качу, вы не подумайте, я ее очень сильно люблю, просто я зануды и старый ворчу, поэтому периодически зануды, ворчу, ворчу, но я очень люблю, если не сказать, боготворю, она у меня золотая. Вот, я к чему, чтобы вчера, намотали на великах, я еще с утра Тайник искал, 20 километров проехал, у меня вчера за день получился полдинник. Так как я сейчас редко езжу, это уже как бы, ну что ж, такие подустали, есть типа некогда готовить, уже вечер купили по дёнер, ну с этими дёнерами, я раньше говорил просто на русский манер абсолютно, вот так с буквой Р, такой в конце, дёнер. Я не тёнер битая, и меня все всегда понимали, потом я подумал, это уже панлик, надо говорить как-то по-человечески, и начались эксперименты, тюнер, тёнер, и они меня перестали вообще понимать, и подсовывают мне все время дюру, а еще меня Ральф подбодрил, я с ним же, ну как бы это единственное, ну на работе я тоже общаюсь, но с Ральфом я плотно общаюсь, каждый день фактически, потому что мы с ним работаем, вот. И я ему дюна, дюна, он такой, да, 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 вообще такой, вообще без второго слова, понимает о чем я, все, я какой-то себе дюна, дюна придумал там, я вчера такой прихожу, своя дюна битая, он такой, окей, не вопрос, пошел делать, я такой, блин, что-то странно как-то, обычно они нихера меня с первого раза не понимают, а тут прямо он такой, будет сделано, шеф, свяжу, он такой меня зовет, дружище, твои два дюрума, блять, какие дюрумы, говорю, я два дюнера заказываю, ты сказал два дюрума, блин, обмышаемый, два дюнера, а, что делать? А я говорю, сколько они стоят? Они 6,50, дюнеры 5,50, но я с собой только 11 евро, я выбежу из дома просто в тапочках буквально, у нас дюнера этот в 20 метрах от дома. 13 евро, у меня только 11, бери так, я говорю, меня сейчас принесу твои дюнеры, бери так, попробуешь дюрума. Ман, ну я часто, как часто, периодически, не знаю, вообще соседи, что я у него дюнеры покупаю. Ну вот, такая история с этими дюнерами, блин, уже задолбался, я уже, я не могу абсолютно, где эпсилоны, я их вообще не могу выговаривать, это для меня как трофа. Вчера вот такая история, я не знаю, почему, это просто поболтать, я уже подъезжаю к месту, осталось 3 минуты, первый, первый гриль-пляц там, сейчас посмотрим, я хочу прямо сфотографировать, снять ее, показать, потому что она не верит, что у нас нигде нельзя, у нас нигде нельзя, все, у нас ботадят, расстреляют, шрафуют, а я в интернете в гугле, за гугле, вот здесь все, прекрасно, по крайней мере, это не гриль-пляц, это фоер-пляц, там можно, типа, сжечь костры, сколько там гриль-пляц можно, сейчас посмотрим. Я ее обожаю, здесь вот церковь, фара, рад фара, 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 кирхи, то есть церковь велосипедистов, не знаю, что к чему, но там лежит в бриф-кастоне, в почтовом ящике ключ от этой церкви, и можно в любое время, в суток, буквально ночью, открыть, зайти, переночевать, и это действующее, целое, огромная церковь, и вот туда наверх можно подниматься, мы уже раза три были. Удивительно, вот в том почтовом ящике лежит такой ключ огромный, сейчас машины, наверное, там кто-то есть, а так в выходные приезжаешь, вечером, никого нету, ключ взял, зашел, там книги у них, библиотека, можно взять, почитать, и вообще, ну, детствующая церковь, там все внутри есть, и так еще наверх, там лестница такая, там колокол такой, все, ты так поднимаешься, там даже часы, не знаю, они работают, офигеть, вообще не обращал внимания, что они там есть, ну, мы там были на самом верху, уже не один раз, так, я еду не туда. Друзья, если кратко резюмировать это видео, то я сейчас еду, потому что я жирный кабан, и это я обнаружил, сняв сегодня видео нас, поснимав нас, сняв видео меня с Ирусей, и посмотрев на себя со стороны дома, посмотрев видео, понял, что я жирный кабан, что надо с этим что-то делать, поэтому я поехал уже сжечь калории, хотя, скорее всего, я еще буду вечером сегодня есть, ну, что-то мясное, булковое, это раз, и, во-вторых, я еду посмотреть гриль-пляцы, где нам можно будет всем вместе летом грилить, нам с нашими... А, что я дальше сняваюсь? С нашими гостями, которые к нам приедут летом. Я там, я еду на разведку, где можно грилить, и жгу калории. Даже это я мог бы сказать одним маленьким коротким предложением, но я имею привычку растягивать это. Вот, смотрите, как здесь красиво, а летом здесь вообще бесподобно. Вообще бесподобно, я вам клянусь, нет ничего красивее, чем наша земля микробоводход. Так, что там показывает? Я опять не туда еду, или? Нет, я все правильно ехал, тут просто дальше, видимо, дороги нет, и надо будет пешком идти. В общем, красиво очень у нас, я рекомендую вам. Вот эти степи, эти холмы, вот этот микробоводход, я просто торчу с него. Обожаю нашу, нашу регион. Короче, первый гриль-плац еду искать. Где мы будем грилить, собственно говоря, где мы хотим грилить? Там, шашлычок, картошечку, что-то пожарить, сварить на открытом огне, на открытом костре. В Германии это делать просто так нельзя. Надо определенные места. Как правило, на юге Германии это прямо такие, ну, уже специально оборудованные места. Там есть и крыша, там есть и где, и бангал, и все на свете. Там можно по интернету за небольшую денежку забронировать место, не так, что ты пришел, а там занято. То есть ты забронировал себе место на сколько времени, удобно, отлично, ништяк. А в наших краях с этим какой-то напряг. И я подозреваю, у нас такого вообще нету. Я подозреваю, потому что мы живем в охереть каком заповеднике, зеленой зоне. Здесь, короче, все на тушу сгибит, здесь все охраняется, не дай бог. Где-то какой-то списечку окурочек, травинку примял, расстрел, штраф. Поэтому у нас с этим туго. Хотя в Ростоке, за Ростоком есть прямо пляж, где можно грилить прямо на пляже. Я приехал на первый, по первым координатам, гриль-пляж. И тут встретил людей, мужик с сыном. И я у них спросил, где там гребется. Короче, они говорят, что да, он там есть, все, там можно грилить, все дела. Но, блядь, подступы к нему. Тут катастрофа, тут реально мачех из болота. Я думаю, где оставить велосипед, он там уже промок. И ни хера не нашел, к чему его привязать. Блядь, тут надо в сапогах, я промок. Блядь. Смотри. Надеюсь, летом здесь будем посушать. О, нет. Блин, 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 блин. Сюда так мокрые все. Вот, они пошли рыбачить. Они приехали, прям машину там поставили. Но они-то в сапогах. А я в кроссовках. Падает, или не понравится, 300%. Единственная надежда, что здесь к лету подсохнет. Потому что сейчас реально дожди, дожди, дожди. Все. Реки там, все. Все водоемы повыходило из берегов. Все, сейчас мачех вот такое болотистое. Ну и плюс машины прямо не подъедешь. Если с ней банды, то они же все цацы. Их надо прямо машиной подъехать к самому гриль-пляцу. Блин, завтра придется в усыпи, думайте. Миштяк. Дикая, просто дичайшая. Тут можно не переживать, что кто-то займет твой гриль-пляц. Что ты придешь, он будет занят. Тут просто... Больше никого нет. Не будет, кроме тебя. Потому что здесь просто болото. Мне этот чувак говорит, там вообще класс, блядь. Тут реально болото. Да ладно? А где гриль-пляц? Он говорит, там скамеечки, столики. Вообще так четко. Сходи, посмотрим. О-о. Здесь есть такой причальчик. Но... Я не знаю, для кого бы, для чего. Я бы свежий, как бы этот причал. Но здесь вокруг болото. Нигде гриль лететь, я что-то не пойму. Я просто пощикал вот так в болоте. Аминь. Походу, этот местяк отпадает. Хотя по своей недоступности, как бы, дальности, то есть по скрытности людей, он выглядит, этот орд шикарно. Просто шикарно. Вот речка. Река Рикниц наша. Здесь вот такой вот к ней. Канальчик. То есть здесь можно лодку спустить. Это специально для лодки сделано. Но здесь нету никакого места для гриля. Да. Ира была права, походу. Это все подстава. Где-то же лестница есть. Летом купаться. Тишина и спокойствие. Здесь, может быть, это блаженное место какое-то. Кстати, вот здесь нарисовано. Что здесь можно, что нельзя. Вассервантер, Раст, плятся. Можно ангель. Можно рыбу ловить. Не знаю, что означает хаос. Вот этот вот. Типа жить можно или что. И вот это я тоже не знаю, что это такое. А вот, кстати, где можно. Вот. Хаффен Дамгартен. Можно грилить. Дасков. Можно грилить. Пантлиц. Это, кстати, мы здесь сейчас. Пантлиц. Номер драйв. Вон он. Прямо номер драйв. Можно грилить. Блин. Где? Ну, если ты свой гриль, получается, принесешь. Получается, мне сейчас надо поехать вот сюда. Номер цвайв. Посмотреть, что там. Хотя все остальные уже слишком далеко от дома. Вот наши варианты. Номер цвайв и номер драйв. Номер цвайв. Дасков. Грилить можно. И пантлиц. Это мы сейчас здесь. Окей. Вон штанд орд. Ви-ви-ви-ви-эр-пи пантлиц. Окей. Едем на второе место тогда. Здесь, походу, можно. Если свой принести, гриль как бы разложить. Можно здесь грилить. Но, блин. Надо летом еще сюда, еще раз в разведку приехать. Тут место просто очень болотистое. Если здесь будет суши, то да. Лес в болото просто полушин. Завтра ехать за 150 километров, грузить велосипедную машину. У меня велосипед живой. Хрюндель. И мне мыть его сейчас вообще не хочется вечером. Это странно. И вообще я еще на как-то расстроенных чувствах. Посмотрел это видео сегодня, которое мы отсняли. Варнемюнда, блин. Такая дурчающая картина, блин. Я думал, сейчас косуху одену. Будет парень хоть куда-то. Какое-то полное разочарование. Ити какие-то кривые зубы. Идиотский смех. Какой-то нос сразу такой на полэкрану. Причем, который странно себя ведет. Снимаешь видео, делаешь фотки. Нормально приличный нос. То снимешь, блядь, на полэкрану. Ну что ж такое. И плюс ко всему этому толстая срака. И вообще отъел морду. Не годится. Он вообще не боролся. Трендок мой какой-то странный. И даже косуха не помогла. Ну, а мне терять нечего. Мне уже полтинник. И Руся говорит, что любит меня. Ну, как бы мне этого и достаточно. Больше ничья, любовь. Мне нужно, блядь, я реально вот просто вот по щиколотку. В болоте. Нихера себе. Поехал искать вечерком. Криль плят. Ну, в общем, с толстой сракой еще что-то можно сделать, в принципе. Зубы. Для видеоблогера зубы у меня кривоватые. Он что-то мне не нравится. И с каждым годом, чем взрослее, тем кривее они становятся. Аль ты что это? Ну, нос уже оставил, бог с ним. Многостарудальный этот нос. Короче, надо немножко лишнего веса подскинуть. Ну, тут еще дорожка куда-то. Блин, здесь летом. Летом. Вот напишите мне, если будете в наших краях, вот просто приедьте в эту церковь велосипедистов. Здесь летом неимоверно красиво. Все, поехал я на второй Криль пляц. Приехал я по вторым координатам, на второй Криль пляц. Тут вообще ничего. Вот по карте он, типа, Вы достигли цель. Но здесь ничего нету, кроме болота. По карте речка показывается, что речка. Где речка там? Вон там в болоте, в лесу это. А, да, вон там какая-то речка вонючка. Здесь вообще абсолютно ничего нету. Что за подстава? Какая-то тропинка. Пойду, оставлю велосипед, пойду, посмотрю. Может здесь где-то что-то в глубине. Потому что, если верить навигации, карте, То, типа, это как бы надо подойти поближе. И здесь как раз идет тропинка. Но это какой-то разводняк. Здесь ничего нету. Здесь просто ничего быть не может. Офигеть. Вот они дают эти координаты просто на фонарь. Здесь ничего нет. Вон для обли. Ну, короче, это какие-то не те координаты я взял. Однозначно дома еще раз брать координаты другие. Понял, здесь не было сигнала. И поэтому он мне выдал, что я достиг места назначения. А мне еще вон, вон где пункт. Я не уверен, что дорога туда есть. Мне еще, походу, прямо. Все, здесь дорога тоже пошла. Уже болото. Сюда уже машины не заедешь, застрянешь. Ну, вот еще, вроде бы как, я еду правильно. Еще метров 100-200, а дорога уже закончилась. Я с велосипедом туда перебирался. Вот реально, это будет самый экстремальный гриль. Который кто-либо грилил. Потому что я просто по колено в болоте. Альта Шведа. Оставляю велосипед здесь. Надеюсь, его не сопрут. Потому что заехал я уже далеко от дома. И пешком идти будет не очень. Так, что нам показывает навигация? Что вот типа я уже почти пришел. Но это какие-то дебри, реально дебри. Здесь не может быть никакого гребляция. Офигеть. Хоть дорогу обратно найду. Это шо, это я еще Ирин телефон взял. Если я сейчас навернусь в воду. Взял, чтобы ей Google Fit посчитал штреки тоже. Чтобы лука потом пару копеек накинул. Потому что что-то он у нее не считает. В последнее время. По-моему, я нашел этот гребляция. Так называемый. Вот он. Да, ладно. Ну, блин, да. Уединен мне уже просто не бывает. Я просто где-то в лесу. Даже не в лесу, а в болоте каком-то. Типа здесь можно гребить. Что показывают координаты? Типа я еще не совсем пришел. Надо еще в плаш куда-то сплавать. Ну, где-то здесь. Я думаю, шпинт просто. В общем, друзья, сейчас 9 вечера. Я где-то в лесу. И это даже не лес, это болото. Вместе с велосипедом. Окажешь, у меня еще велосипед. Вездеходный. А вот еще тропинка идет еще вот сюда. Тут еще люди ходят. Не все так плохо. Вообще, мы еще на настоящий гримпляс выведем. На настоящие координаты. Это было еще не все. Так. В наушниках радио Саншайн. Соня, ты спрашивала, какую музыку я слушаю? Слушаю радио Саншайн. Саншайн. Вот он, грильпляс. Вот он. Вот он. Но сюда всей бандой не доедешь. Как? Доедешь? Ну, просто чтобы погрили сосисочку. Это слишком экстремально. Но, блин, здесь красиво. Здесь реально можно полить костер. Здесь вот. Здесь вот можно. Прямо можно. Вот. Доказательства. Вот. Прямо на берегу речушечки. Там вон какая-то коробочка. Здесь кто-то еще что-то пьянствовал. Это еще, наверное, тут геокещенки. Я сейчас еще заодно найду. Что-то за коробочка интересная. Не знать. Альташвеля. А, это что-то рыбаков. Что-то рыбацкое. Какие-то здесь были. Червис, наса. Здесь рыбаки. Блин, место шикарное. Шикарное, друзья. Но девчонки сюда не попрутся. А вот так на великах сюда поехать. Закинуть удочки. Разжечь костер. Блин, я уже люблю это место. Класс. Вот вообще прямо до мурашек. Очень красиво. Интересно, здесь рыба есть? Да, есть по-любе. Ангельшайн у меня есть. Не так уж далеко. На велике там каких-то километров 10. Блин. Хоть бери ее опять, начинай рыбачить. Все, я нашел второй гриль-пляс. И это настоящий уже гриль-пляс. Здесь реально можно и нужно грилить. Причем это очень редко в наших краях. Потому что у нас здесь сплошной заповедник. Заповедник зеленая зона. Шут сгибит. И здесь можно полить костер. Все, ребята. До связи. Завтра я еще наснимаю видосиков со Швирина. Ну и, собственно говоря, потом начинаются трудовые будни. Все, обнимаю. Еду домой. Подписывайтесь. Разумеется, ставьте лайк. Ну, вам же не тяжело. Елки-палки. Ну, я же старался. Болтал столько. Поставьте лайк, а? Ну, поставь, дружище. Поставь лайк, а? Выпрашиваю лайки. Все, обнимаю. Всем мир, друзья. Мотивируйтесь и развивайтесь. В общем, попрощался. Еще поснимаю пока. Иду обратно. Всегда мне просто болото. Реально просто болото. Я на эту дорожку пришел. Я вроде не тонул болото. Всегда реально стрёмно, когда велосипед будет нереально. И мне кажется, что все, я сейчас пойду тушком домой и вообще останусь без велосипеда. И сама мысль эта меня страшит остаться без велосипеда. Я сюда и пришел. Я просто где-то в лесу уже почти ночью. Кстати, как очки? Они прозрачные или еще все темные? Они должны быть сейчас прозрачные. Они должны реагировать на свет. Они полироидные. И когда темнеет, они должны становиться светлее. И все это удовольствие, кстати, стоило всего 5 евро. И они таки работают. Они прямо не становятся светлые, прозрачные ночью. Но они меняют свой свет. И это за 5 евро с Китая, с Алиэкспресс. С бесплатной доставкой. Доставка только должна стоить 5 евро. В общем, вон мой велосипед. Мне отлегло прямо. Все, друзья. Хотя кто его в лесу тут может спереть? Но тропинка есть. Рыбаки сюда ходят. Я вам скажу, кстати. Камера-то она водонепроницаемая. Если упадет, не страшно. А вот телефоном капец будет. Ну, в принципе, здесь, наверное, по колено. Если там не засосет, там, наверное, ил такой жесткий. Потому что места эти болотистые. Так. Все, еду домой с чистой совестью, с выполненным, с выполненной задачей. Мне показалось, или я где-то видел велосипед? Э? А вон он там стоит. Я не этой дорогой и шел. Я вон там еще переходил. По бревну. Через бах, через ручеек. Иду домой с чувством выполненного. Еду домой с чувством выполненного долга. С чувством найденного чего-то. Вот такая какая-то фишка. Что-нибудь надо найти. Пофиг. Это какой-то тайник. Это какой-то гриль-пляц. Что-нибудь. Это какой-то вот такой вот древний инстинкт. Такое вот что-нибудь надо завоевать. Найти. Оторвать. Отвоевать. Какое-то. Что-то надо. Маленькое завоевание. Вот какое-то. Над собой. Над кем-то. Над чем-то. Что-то надо найти. Бред, короче. Гоню какой-то. Несу. А колесицу. Бред сумасшедшего. Но черт возьми, я один в лесу. Чего не погнать. Красиво здесь. Фу. О чем мне так работает камера странно. Чего-то камера странно работала. Интересно. Так все время записывалась. Какая-то поплыв. Половина экрана прямо так вот плыва. Я испугался. Вроде и не ронял камеру. Оно уже поплыло. Все, друзья. Я в лесу. Я не знаю, записывалось ли предыдущее видео. Что-то странно выглядело. Я в лесу. Еду домой. И еду домой с чувством выполнило долго. Повторюсь. Я нашел этот второй гриль-пляц. Пробраться к нему будет крайне сложно. В надежде только на то, что летом здесь будет посуше. Наши девчонки-принцессы сегодня сюда явно не хотят переться по этому болоту. Хотя я бы с удовольствием на велосипедике забуриться. Туда еще удочку какую-то закинуть. Костер разжечь. Красота. Просто это травм какой-то. Мечта. Путешественника. Ребята, я вам рекомендую. Река Рекнис. Мекленбург-Форпомэ. Уединеннее. Отдаленнее. Места просто не найти. Дичайшее место. Хотя тропинка есть и ходит туда кто-то. И костер вяжет, и рыбу вводит. Поэтому я переживал за свой велосипед. Все. Поехал я домой. Мне еще предстоит по болоту вот это вот. Пилить, чалить тут. Пилить, чалить тут. Пилить, чалить тут. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok